МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Рисовать 3D-ручкой, знакомиться с роботами или создавать лекарственный бальзам? В эти минуты в Барнауле стартует ежегодный Всероссийский фестиваль науки. На главной площадке в Краевом театре драмы работает свыше 50 интерактивных площадок. Посетителей ждут познавательные экскурсии, интеллектуальные игры, научное кино, стендапы и многое другое. На фестивале выступят именитые столичные ученые. К слову, здесь будет действовать собственная валюта. Фестпоины их будут вручать самым активным участникам. Впоследствии фестпоины можно обменять на призы. Фестиваль науки продлится 3 дня с 12 по 14 октября. Подробности с открытия мероприятия в вечернем выпуске. Что стало причиной такого отношения к приемному ребенку, разберутся правоохранители. Следственный комитет Края возбудил уголовное дело по факту применения жительницы Заринского района насилия в отношении 9-летнего мальчика, находящегося под опекой. Исходя из сообщений средств массовой информации, женщина неоднократно избивала ребенка, а в последний раз сломала ему ногу, потому что мальчик не хотел делать уроки. При этом сотрудники системы профилактики, которые должны были следить за семьей, не приняли никаких мер, чтобы женщина перестала быть опекуном. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В администрации района изъята документация, имеющая значение для следствия. Осуществляются допросы. По инициативе органов следствия дети, находившиеся под опекой женщины, изъяты и помещены в медицинское учреждение. Их жизни и здоровье ничего не угрожает. Наша съемочная группа сегодня работает в Заринске. Подробности истории расскажем в ближайших выпусках. Добавим, это дело находится на контроле у руководства Следственного комитета края. Сегодня в Боровлянском лесничестве Троицкого района в рамках проекта «Подарили с другу» планируется высадить более 22 тысяч саженцев сосны. Сеянцы появятся почти на 10 гектарах. Их предоставил Алтайский лесной селекционно-семеноводческий центр. Кстати, программу «Подарили с другу» стартовала в России в 2014 году. Уже насчитывает 35 особо охраняемых территорий в нашей стране, где на средства благотворителей посажено почти 3 миллиона деревьев. Сегодня высаживать сеянцы в Боровлянском лесничестве будут представители Министерства природы края, администрации Троицкого района, местные жители и школьники. Всего 50 человек. А накануне акция «Подарили с другу» прошла в Шипуновском районе. Там также высадили 22 тысячи саженцев молодых сосен. Барнаулец Александр Ерохин поблагодарил поклонников за поддержку. Об этом спортсмен написал на своей страничке в Инстаграм. Футболист получил травму и не смог помочь партнерам по сборной переиграть оппонентов из Швеции в турнире Лига наций. Матч завершился нулевой. Ничье сегодня ночью по барнаульскому времени. Команда Станислава Черчесова померилась силами со скандинавами в Калининграде. Эта игра стала первой в истории сборной в самом западном городе России. Как итог, приезд трехцветных вызвал небывалый ажиотаж среди местных болельщиков. На трибунах был аншлаг. Следующий матч Дзюба и компания отыграют уже в Сочи 14 октября. На этот раз в качестве соперников выступит сборная Турции. Скорее всего, Александр Ерохин также не сможет выйти на поле. По сведениям специалистов, у него проблемы с боковой связкой колена. Зарубежная романтика на алтайских подмостках. В концертном зале «Сибирь» прошла премьера южнокорейского мюзикла, в основе которой национальная легенда о всей побеждающей любви. Насладиться выступлением артистов мог любой желающий. В зале был аншлаг. Об обмене культуры и о том, почему зрителей не напугал языковой барьер, в сюжете далее. Традиционные костюмы, национальный колорит, переданный взглядом, песнями и танцами. Действия разворачиваются в 585 году нашей эры в провинции корейского города Кангвон. На сцене влюбленные – красавица Йонхва и благородный юноша Моалан. История молодых людей чем-то напоминает шекспировских Ромео и Джульетту. Здесь есть и вражеские козни, и коварства, и попытки разлучить влюбленных. Правда, финал счастливый, пара неразлучна. В зале аншлаг нет свободного места. Мюзикл на корейском языке, на боковых экранах русские субтитры. Но зрителям все понятно и без перевода. Закраничная сказка многим понравилась. У каждого свои традиции народа. То есть здесь они покажут свои традиции, свои краски, костюмы, свое отношение к искусству. Мюзикл, который увидели барнаульцы, знаменит на весь мир. Его показывали на церемонии открытия зимних олимпийских игр в Хенчхане. Вредина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании Валар. Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае тепло и ясно, ветер слабый южный. Плюс 18 в Белокурихе и Заринске. Около 20 градусов тепла в Бийске и Рубцовске. Барнауле 18 выше нуля и без осадков. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин